здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика большинству из вас уже знакома и на слуху продукция компании веркель только скорее всего в качестве производителя эстетичных и симпатичных по дизайну розеток и выключателей но теперь у них появились в продаже и автоматические выключатели узо диф автоматы и даже какие-то умные выключатели которые сопрягаются со смартфоном отображают величину напряжения в сети тока и мощности потребления в приложении имеет возможность дистанционного управления регулировку различных уставок срабатывания и даже создания различных сценариев в том числе через голосовых помощников типа алисы или маруси в медиапространстве никакой подробной информации о модульной продукции веркель нет поэтому я решил восполнить этот пробел начну самого что ни на есть обычного модульного автоматического выключателя и проведу ему полный цикл испытаний и проверок как я это обычно делаю чтобы убедиться в качестве ну и заодно сравнить его по характеристикам с другими производителями на рынке модульных автоматических выключателей это автомат произведенный на просторах китая о чем прямо и указано на его корпусе ну теперь этим никого и не удивишь шнайдеры и прочие именитые бренды также имеют производственные мощности в китае ведь суть абсолютно не в этом а в итоговом качестве и контроле готовой продукции в качестве испытуемого у меня имеется однополюсный автоматический выключатель с номинальным током 16 ампер и время токовой характеристикой c отключающая способность 4500 ампер внешний вид очень мне напоминает автомат от газ серии оптидин в м63 посмотрите в них такой схожий форм-фактор сбоку что то есть похоже также еще есть какие-то схожести с автоматом и там серии pl4 ну судите сами если со мной не согласны то можете написать об этом в комментариях цвет автомата немного сероватый рычажок имеет средние размеры не такой мощный и массивный как у того же армата серия армата от и век но гораздо побольше чем у того же хагера или и биби в целом производите какие-либо коммутации вполне себе удобно сам пластик на ощупь не вызывает никаких отвращений в целом по габаритам имеет стандартные размеры плюс-минус как и у других производителей здесь внизу имеется окошечко площадочка для маркировки для маркировки сделано это у веркель более правильно и логично нежели у того же армата то есть при любом положении рычажка окно с маркировкой не заслоняется и вполне себе читабельно также имеется окошечко состояние контактов автомата вот он ну сейчас этим разве можно кого-то удивить веркель способен похвалиться семью заклепками на корпусе вместо стандартных шести которые имеют большинство автоматов на рынке что естественно придает ему некой дополнительной прочности при отключении токов короткого замыкания вот тот же казовский автомат видите у него шесть заклепок и там шесть заклепок и биби шесть заклепок уверкали 7 но опять таки у автомата армат аж имеется аж целых восемь заклепок клемма в автомата стандартные снизу можно подключать вилочную гребеночку да я уже не раз говорил на канале что я не сторонник подключения питания автоматов снизу согласно здравому смыслу и эстетике да и пою дает лишь рекомендательный характер на этот счет но соглашусь что в некоторых случаях это бывает необходимо питание можно подключать с обоих сторон но клемму под вилочную гребенку можно было бы сделать в том числе и сверху как видите на клеммах отсутствует защитная шторка это конечно же в настоящих реалиях уже минус как никак данная шторка исключает риск промаха при подключении проводников к зажимам а такое частенько бывает я даже показывал на канале сюжет про один такой случай а если бы еще и шторку сделать изолированной как это сделано у у хагера и итана например то цены бы ему не было ведь так увеличится еще и электро безопасность в плане защиты от случайных прикосновений к так и ведущим частям кстати клеммы здесь можно запломбировать при необходимости пластиковыми заглушками но только эти заглушки веркель пока не производит можно лишь воспользоваться заглушками от сторонних производителей например отлично сюда подходят заглушки от шнайдер здесь нашел один отрицательный момент по нанесению маркировки к сожалению надписи здесь ненадежные и достаточно легко стираем и я не так много держу автомат в руках и уже часть надписи здесь не видно это если прямо здесь потереть так несколько раз то уже вот верхняя строчка полностью стерта кстати такая же проблема была и у казовского оптидина видите тоже все стирается достаточно быстро есть на корпусе различные технические отверстия для подключения дополнительных устройств ну например блок контактов различных расцепителей и тому подобное но в ассортименте у веркель их пока нет что у нас здесь по гарантии гарантия 5 лет это хорошая новость но только обязательно изучите все условия чтобы в эту гарантию попасть в этом вопросе вообще очень много нюансов благо что в паспорте все конкретно указано и расписано на этот счет а теперь перейдем к испытаниям нам же нужно проверить качество данных автоматов напомню что у каждого автомата есть такое понятие как условный ток не расцепление и он всегда равен 1,13 от номинального тока про время токовые характеристики автоматов я уже неоднократно рассказывал у себя на канале поэтому сейчас сильно вдаваться в подробности не буду кому интересно то переходите в соответствующий раздел на канале и знакомьтесь точку условного нерасцепления всегда отображает на графике время токовые характеристики конкретного автомата но к сожалению не в нашем случае то есть точка 1,13 должна быть где-то вот здесь теперь нам необходимо скорректировать номинальный ток нашего автомата в зависимости от температуры окружающего воздуха в лаборатории но есть еще один нюанс в паспорте на автомат Веркель отсутствует график зависимости номинального тока автомата от температуры окружающего воздуха если только взять таблицы например от того же ИЭК почему бы и нет температура в лаборатории находится на отметке 22 градуса а значит нам необходимо ввести поправочный температурный коэффициент окружающего воздуха умножив номинальный ток нашего автомата примерно на 1,03 и в итоге получается что наш автомат с учетом поправочного коэффициента имеет номинальный ток уже не 16 ампер ровно а 16,48 таким образом при прохождении через наш автомат тока величиной 1,13 от номинального то есть в нашем случае это 18,62 ампера он не должен сработать в течение целого часа ток составляет 18,76 ну немножко, немножечко побольше я его буду тут в процессе корректировать в общем время у нас пошло ну вот как видите прошло 3,600 секунд то есть ровно 1 час ток составляет у нас также 18,69 ампер автомат у нас находится в работе он у нас не отключился как и положено я думаю что очень интересно узнать информацию по температуре нагрева поэтому при ненадлежащем качестве силового контакта экономия на применяемых материалах слабое усилие или уменьшенная площадь контакта соответственно такие автоматы будут греться гораздо сильнее так вот с левой стороны максимальная температура нагрева составляет 52 градуса с другой стороны максимальная температура у нас 63 градуса чуть больше и такие вот у нас наблюдаются 3 интересных пятна нагрева вот это вот самая горячая точка я сейчас приложу таблицу где я проводил аналогичный замер с 16 автоматическими выключателями с аналогичными номиналами тот же ABB имел температуру нагрева 72 градуса шнайдеры грелись по 65 по 68 градусов шнайдер из и 9 серия грелся 75 градусов в а-4729 от ЕЭК нагрелся до 74 градусов армат новая серия ЕЭК нагрелся до 66 градусов а вот КАС и ТДМ имели нагрев уже гораздо гораздо больше там 84 и вплоть до 88 градусов в целом по сравнению с приведенным выше списком данный нагрев вполне себе приемлемый теперь на очереди испытания автомата током 1,45 от номинального то есть током их условного рассыпления точку условного рассыпления автомата то есть 1,45 от номинального практически всегда отображают на графике время токовой характеристики конкретного производителя ну как видите в данном случае она не отображена отсутствует в нашем случае это будет ток 23,89 ампера при этом токе автомат должен отключиться за время в данном случае уже не более 1 часа повышаю ток время у нас пошло прошло уже половина времени то есть полчаса ток 23,9 но автомат у нас все еще не отключился ну вот как видите прошло 3600 секунд то есть ровно 1 час ток у нас составляет 24 ампера даже чуть чуть больше чем положено но автомат при этом не отключился мы здесь имеем нагрев как вы видите 77 градусов с этой стороны и 85 градусов с другой похоже история у нас повторяется как с автоматом ЕЭК в свое время с автоматом ЕКФ с автоматом ЧИНТ и с автоматом от ИТАН и как помните специалисты ИТАН предложили такую версию что при использовании соединительных проводов вот такого большого сечения у автомата происходит хороший теплоотвод и не хватает как бы внутреннего тепла нагрева для биметаллической пластины и в принципе эта версия у части автоматов подтвердилась что собственно и требует от нас ГОСТ что при прогрузке автоматов номиналом 16 ампер нужно использовать соединительные проводники медные сечением 2,5 квадратных миллиметров поэтому я попробую сейчас провести эксперимент как того требует ГОСТ и проверим сработает ли данная теория или нет вот переключил автомат на медные проводники сечением 2,5 квадратных миллиметров и включаем наш ток автомат у нас отключился 23,86 ампер ток и время 708 секунд отлично то есть теория с теплоотводом при подключении автомата более тонкими проводниками работает отлично идем дальше согласно ГОСТ если через автомат будет протекать ток равный 2,55 от номинального в нашем случае это 42 ампера то он должен отключиться за время не менее 1 секунды и не более 60 секунд точка 2,55 также здесь не отмечено на время токовой характеристики ток у меня наведен поехали чуть больше даже ток оп так 6,62 так давайте еще раз поехали оп сработал 4195 ток и время 6,42 секунды отлично время удовлетворяет требованиям ГОСТ например у того же Армат время отключения составило 8,19 секунды если через автоматический выключатель будет проходить ток равный 5-кратному току от номинального в нашем случае это 82,4 ампера то он должен отключиться за время не менее 0,1 секунды вот наш 5-кратный ток это мы уже проверяем электромагнитный расцепитель ну на границе теплового и электромагнитного оп сработал но время 1,79 ток 79 ампера поехали оп 1,48 отлично ну например если сравнение опять таки производить с Арматом Ековским то он отключился за время 1,1 секунды если через автоматический выключатель будет проходить ток равный 10-кратному току от номинального в нашем случае это 164,8 ампера то он должен отключиться за время не более 0,1 секунды вот наша точка 10-кратного тока от номинального итак у меня все наведено поехали оп 6,4 миллисекунды ток 163,8 давайте еще раз оп 165 ампер 6,3 миллисекунды давайте еще несколько раз сделаем оп 6,4 миллисекунды еще раз 6,4 миллисекунды отлично если опять таки сравнивать с Арматом например то он отключился за аналогичное время там 6,2 миллисекунды у него было 6,1 6,2 остальное время смотрите в приведенной сравнительной таблице а сейчас я максимально выкручу латер и посмотрим какой максимальный ток у нас получится при прогрузке данного автомата и какое при этом будет у нас время отключения итак поехали оп 234 ампера время 4,9 миллисекунды давайте еще раз 238 ампер 4,8 миллисекунды ну несколько раз сейчас еще сделаю это все я делал при токе 240 ампер время 4,8 миллисекунды это все я делал при токе 240 ампер я думаю достаточно как видите здесь наблюдается даже некоторая селективность то есть при 10-ти кратном токе у нас время отключения составляло 6,3-6,4 миллисекунды а при 240 амперах это у нас практически 15-ти кратный ток время отключения составляло 4,8-4,9 миллисекунды аналогичная ситуация прослеживалась и у автомата Армат только у него время было 4,1 миллисекунды но там итог был чуть больше в заключение я могу смело сказать что данный автомат полностью соответствует требованиям ГОСТа 50 345 и заявленным характеристикам завода-изготовителя вес автомата составляет 91 грамм это Hager 16 ампер отключающая способность 4500 серия MI 116 91 грамм один в один как в Веркель автоматический выключатель ИТОН серии BL4 на 4500 ампер с отключающей способностью 106 грамм это у нас ВА4729 от ЕК 16 ампер 4500 отключающая способность 92 грамма Шнайдеровский EZ9 16 ампер 4500 отключающая способность 96 грамм вес автомата ЕКФ ВА4763 с номинальным током 16 ампер и отключающей способностью 4500 ампера 83 грамма автомат от ТДМ ВА4729 на 16 ампер и отключающей способностью 4500 ампер 89 грамм дженерика 16 амперный автомат с отключающей способностью 4500 81 грамм Судя по весу в 91 грамм автомат Веркель занимает далеко не последнюю позицию причем на первых местах у нас автоматы более брендовые это Итан Хаггер и тому подобное пришло время разобрать автомат как видим с верхнего зажима ток у нас проходит сначала через электромагнитный расцепитель катушка электромагнитного расцепителя которая имеет 7 витков дальше уходит на неподвижный контакт далее с подвижного контакта уходит на биметаллическую пластину и уходит на нижний зажим от проведенных испытаний у нас имеется некоторый нагар на неподвижном контакте ну и в целом можно оценить площадь вот этой напайки это у нас подвижный контакт вот и как видите тоже имеются следы нагара ну и для сравнения просто покажу это у нас Яковский ИВА 4760М посмотрите какая у него здесь одна пайка в принципе имеет плюс-минус одинаковые они габариты вот здесь и вот здесь ну и в целом форма подвижного контакта очень у них схожа еще раз вот здесь показываю и вот здесь но это автомат у нас имеет отключающую способность 6000 ампер поэтому у него еще дополнительно бока корпуса усилены вот такими вставышами здесь таких вставышей нет потому что автомат на 4500 этот вставыш устанавливают для защиты корпуса от прогорания в случае гашения дуги в этом месте самая максимальная температура и чтобы корпус не прогорел москвозь его в этом месте дополнительно защищает от подобной пластины здесь у нас виднеется винт регулировки теплового рассыпителя и и к нему имеется доступ извне в принципе здесь вообще очень похоже сделано это у нас дугогасительная камера она имеет здесь 11 пластин ну как большинство автоматов подобного номинала и подобной отключающей способности это у нас дугогасительная камера от шнайдера которая имеет 12 пластин причем автоматно с отключающей способностью на 6000 ампер наша же имеет еще раз повторюсь 11 вот у них смотрите полностью одинаковые размеры разница в одну пластину может быть можно еще поставить в принципе здесь ничего более сверхъестественного нет кстати автомат разбирается достаточно легко камеру можно достать сразу электромагнитный рассыпитель дуг отводящая пластина также достается из корпуса и нижний зажим с биметаллической пластиной ну и в конце всех испытаний и обзора нужно конечно же озвучить цену а цена на данный аппарат на данный экземпляр составляет всего 308 рублей какие выводы можно сделать на рынке появился еще один производитель автоматических выключателей и не только выключателей который согласно приведенной информации и замеров показал вполне себе достойные показатели конечно же необходимо еще проверить его в тестовой эксплуатации в обязательном порядке и после чего уже делать окончательные выводы поэтому пару экземпляров я установлю на одном из объектов о чем естественно будут держать вас в курсе событий в общем вот такое получилось видео кому оно понравилось то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет много еще всего интересного я хотел бы напомнить что вы можете поддержать мои труды выразив благодарность за интересные полезные и подробные видеосюжеты и в целом для дальнейшей мотивации и поддержания youtube канал также на переведенные средства я смогу приобрести какое-нибудь новое и интересное электрооборудование или приборы для дальнейших обзоров и испытаний а проявить благодарность можно путем перевода абсолютно любой суммы какую посчитаете нужной так сказать сколько не жалко всем заранее большое спасибо так же если у вас остались какие-либо вопросы по данному автоматическому выключателю то задавайте как всегда в комментариях на этом все всем спасибо за внимание с вами как всегда был Дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч до новых встреч